Добрый вечер, уважаемые ангарчане! Сегодня в нашей студии Шарков Сергей Валерьевич, депутат Думы Ангарского городского округа, председатель комиссии по ЖКХ и транспорту. А говорить мы будем о наболевшем, поговорить мы будем о состоянии капитального ремонта, который областной фонд капитального ремонта провел в городе в течение последних трех лет, и о состоянии его на сегодняшний день. Поскольку очень много раздается критических замечаний, общественная палата Ангарского городского округа буквально в пятницу собралась на заседание, чтобы обсудить вот этот наболевший вопрос. На этом заседании присутствовал и Сергей Валерьевич, который выступил, что называется, с главным докладом, с главной информацией о состоянии дел. И сегодня в этой студии мы решили продолжить с ним этот разговор. Сергей Валерьевич, как по-вашему, почему ангарчане за свои деньги, деньги, которые они перечисляют регулярно в этот фонд, имеют такое отвратительное качество капитального ремонта? Здесь, Анатолий Алексеевич, я, наверное, не смогу ответить. Областные чиновники то ли они не хотят, то ли они не могут руководить фондом, руководить его работой, контролировать качество, принимать это качество. Если областные чиновники у нас не в состоянии проконтролировать то, что сделал подрядчик, и бездумно ему оплатить эту работу. Здесь, конечно, для меня само качество в прошлом, наверное, без комментариев. Самый главный результат в этом вопросе, что не надо дальше молчать и принимать ту работу, которая сегодня производится областными чиновниками в нашем ангарском городском округе. Я уже в вашей передаче говорил о своей инициативе, то, что нужно проводить как минимум пилотный проект в городе Ангарске. В чем он заключается? Это передача функций технического заказчика администрации ангарского городского округа с финансированием из областного бюджета этих обязательств. И только тогда, мое мнение, мы сможем получить качественное воплощение тех взносов в нашем жилищном фонде, который сегодня люди доверяют государству. Я надеюсь, что эти деньги помогут следующим поколениям иметь качественный жилищный фонд, который наше поколение уже маленько, извините, атомортизировало. Поэтому здесь обвинять. И так все наглядно. Мы можем долго, но нужно сегодня в кратчайшие сроки принимать быстрое решение. Почему я вышел на общественную палату с этой инициативой, на Думу Ангарского городского округа, понимая, что сезон строительный очередной уходит у нас из рук, что мы можем получить еще дополнительную порцию некачественно сделанных домов за наши деньги, а это прямая потеря наших денег. Когда деньги потрачены, и клиенты это не устроило, заказчика, а заказчик это мы, горожане, значит деньги просто потеряны. Понятно. Ну вот в двух городах, Свердский и Саянский, администрациям уже переданы функции технического заказчика. И все-таки вы считаете такое решение полумерой. Почему? Я бы, наверное, назвал это полумерой только потому, что не надо сравнивать такие города, как Братск, Ангарск, Иркутск. Что такое Саянск? Я приведу те цифры, которые меня на сегодняшний день очень сильно беспокоят. Горожане, ответственные граждане города Ангарска, собрали в фонде капитального ремонта своих взносов 1 миллиард и более 200 миллионов рублей. Это серьезная сумма. На сегодняшний день областными чиновниками за 3,5 года израсходовано, или как они говорят, освоено на городе Ангарске только 30%. Деньги не работают. Огромные суммы. Давайте взвесим. Город Ангарск – миллиард 200. Саянск – 7 миллионов рублей. Фонд капитального ремонта сдали. Это один дом. Конечно, с 7,5 миллионами рублей можно спокойно справиться и на муниципальном уровне. Технические отделы могут спокойно подготовить документацию на этот дом, осметить его и провести капитальный ремонт. А когда стоит, ну, приблизительно сделать капитальный ремонт, мое мнение, это около 10 миллионов рублей на сегодняшний день. Миллиард 200 – это 120 домов. Поэтому это совершенно другие экономические и трудозатраты в муниципалитете. Если муниципалитет возьмет отсветственность на себя в данном опросе, конечно, ему нужно дополнительное финансирование, которого у нас нет. У нас штатное расписание расписано под те нужды, которые уже сегодня есть в муниципалитете. И только тогда мы можем провести качественную работу в данном направлении. А Саянско-Сверск – это, да, это звучит, тоже взяли функцию технического заказчика. Но это разные объемы. Это то же самое, что сказать, что я поднял 10-килограммовую гирю, а у нас стоит задача поднять 400-килограммовую гирю. И это разный подход, это нужно совершенно другое питание в данном опросе, гирь тренировок и подхода к этому вопросу. Поэтому я считаю, что это просто не пример для передачи функций технического заказчика. Да. Вот на последнем заседании общественной палаты присутствовавший исполняющий обязанности генерального директора фонда по капитальному ремонту, заверял нас в том, что в нынешнем году фонд освоит в Ангарске более миллиарда рублей. Вы верите в это? Возможность такая есть? Толик Алексеевич, я стопроцентный реалист. Если областные чиновники на сегодняшний день за 3,5 года освоили всего лишь 400 миллионов и освоили с такой низкой оценкой качества того, если это вообще можно назвать качеством, то, что мы получили, о каком миллиарде 200 можно говорить? На чем основан этот оптимизм? О быстром... Я услышал этого чиновника, я его внимательно слушал. Он нам, как депутатам, вам, членам общественной палаты, говорил об одном своем докладе. Освоить деньги. Освоили деньги. И я поправил этого чиновника в плане того, что Ангарску не нужно осваивать деньги. Мы сдавали этот фонд. Он называется не освоение денег, а фонд капитальных ремонтов. Нам от денег нужны капитальные ремонты. Спешка. Как этот господин чиновник говорил, что мы уже практически не можем передать. Уже и время уходит. Мы уже и конкурсы проводим. На то, что мои коллеги ему ответили. И депутаты ЗАГСобрания Дмитрий Михайлович Ршов. И Виктор Пантелеймонович Шопен. Да, все возможно. Передавайте нам функции. Мы проведем тендеры. Мы отберем подрядчиков. Мы отберем столько подрядчиков, чтобы эти деньги освоились, может, действительно и за год. А как вы, ребята, три с половиной года не могли отобрать подрядчиков? Неужели, Анатолий Алексеевич, если объяснить гражданам, вот есть сумма. Бллрд двести. Есть строительные организации. Их много по Иркутской области. Хороших, стабильных. Это их рабочие места. Подряд заказ – это рабочее место любой организации. И вы хотите сказать, что не вы, наверное, а чиновники из области, что на те деньги, которые у нас сегодня лежат три с половиной года без действия, не нашлось желающих взять работу, взять ответственность, отремонтировать дома. Значит, вопрос в чем-то другом. И, как мы сказал коллега из ЗАГСобрания, наш ангарчанин Дмитрий Михайлович Ршов, что у него есть четкое понимание и подозрение, то, что деньги, которые в размере миллиарда практически наших ангарчан, лежат на счетах в банках, значит, это кому-то выгодно. А значит, невыгодно на них строить дома, ремонтировать их. Я, кстати, принес такой символ, олицетворяющий качество капитальных ремонтов, сделанный за эти три с половиной года нашим правительством. Я вот его хочу показать, очень показательный. Вот это труба горячего отопления, подающего воду в дом. Вот если посмотреть сюда, вот так у нас делается сварка, это капитальный ремонт. Если посмотреть вот так, то тоже возникает много вопросов. Я, по крайней мере, в этом объекте вижу одно положительное. Это похоже на произведение искусства. Есть такой у нас культур мировой, как Сарвадор Дали. И очень примечательно, что в Ангарске есть такие художники. Я хотел бы это оставить вообще в лонах Ангарска, как символ капитального ремонта Иркутской области сегодняшними чиновниками. Поэтому для меня вот это все сказано. Это вот эти наши деньги превратились вот в это. Поэтому осталось это только продать и выручить обратно. Но шутки шутками, а вопрос очень серьезный. Я считаю, мы на сегодняшний день не должны допустить ситуации, как нам доложили на общественной палате, что люди хотят в этом году еще раз освоить наши деньги. Поэтому, Анатолий Алексеевич, я, конечно, буду обращаться ко всей общественности города Ангарска. Это наше общее дело, это наши общие цели. Чтобы те государственные программы, которые правительство Российской Федерации вводит на территории, они приносили качественный эффект, и люди получали от него только положительные эмоции. А если вот с таким подходом к делу, равнодушным, некомпетентным, подходить к таким серьезным задачам, то желания многих людей платить в эти фонды будут, наверное, минимальными. По части вот этого образца, который вы сейчас показали, я хочу заметить, что работая в свое время в профтехобразовании, уже на первом курсе учащиеся сварочных отделений варили куда как интереснее, куда как лучше. Вот это говорит, конечно, даже не о низкой какой-то квалификации, а говорит вообще о непрофессионализме, а о дилетантизме тех людей, которые решили ринуться в капитальные ремонты, в капитальное строительство. Это вообще безобразие, которое стыдно показывать. Это безусловно. Но вот ваш прогноз все-таки, как отнесутся областные чиновники к вашей идее? Вот то, что вы сегодня предлагаете. Знаете, Анатолий Алексеевич, вот сейчас вы сказали такие термины, как профессионализм, компетенция, а я бы хотел затронуть вопрос равнодушия. Равнодушие от тех людей, которые перед выборами так громко декларировали интересы к капитальному ремонту, защите прав жителей капитальных ремонтов. Прошли выборы. Уже три года эти люди вышли из эфира. Эти люди брали на себя ответственность в законодательном собрании контролировать эти деньги, писать законодательство. Это от них, мое мнение, должна происходить инициатива о пилотах. Если не идет дело, если деньги не работают, это где господин у нас Бринюк, который митинги собирал? Ну вот, пожалуйста, где ваша работа? Вы, получается, господа Тюменев, Бринюк, у нас кто еще депутат законодательного собрания? Надо даже вспоминать. Левченко молодой у нас депутат. И поэтому у меня вопрос равнодушия. Неужели вы до такой степени не любите свой город, что вам все равно, как тратятся такие огромные деньги, какой останется жилищный фонд в этом городе? Или вы собираетесь уехать с этого города? Это для меня очень щепетильно, потому что люди наши ангарские, они априори доверчивы. Зачем вы обманываете? Зачем вы перед выборами даете такие декларативные заявления? Неужели вы не знаете эти цифры? Неужели они вас не пугают? Миллиард двести лежит где-то в банках. Он не работает. Сколько домов можно было отремонтировать? Люди, у которых бегут крыши, у которых в подъездах холодно, у которых промерзают плиты. Вернитесь, пожалуйста, господа, вот мне им охота сказать, на землю. Вы заняли места в самолете, в бизнес-классе. И такое ощущение, что оторвались от земли и летите где-то сегодня в полете между какими-то странами. Но вы на землю не вернулись. Я думаю, знаете, вот мое мнение, что этот самолет вернется на землю с этими креслами бизнес-класса перед выборами очередными, какими-нибудь. Поэтому на ваш вопрос, если можно, еще раз корректируйте, пожалуйста. Я о чиновниках. Тех, от кого зависит сегодня решение все-таки этого. Как вы считаете, прогноз ваш, как они отнесутся к этой идее? Пойдут ли они навстречу? А здесь все просто, Анатолий Алексеевич. Если у нас с этими чиновниками одинаковые цели и задачи, значит, решение будет принято быстро, оперативно. Если цель стоит не освоить деньги каких-то непонятных подрядчиков, которых мы даже здесь не знаем, а получить качественный капитальный ремонт. И честно выйти гражданам сказать, ребята, вы сдали деньги, вот дома, принимайте. Поэтому у меня здесь сомнений нет. Если цели одинаковые, значит, инициатива будет поддержана. Хорошо. А что вы будете делать при отрицательном ответе? При отрицательном ответе, наверное, будет, по крайней мере, минимум понятно нашим гражданам, какие цели реальные стоят за этими деньгами, и не маленькими. Если будет отрицательный ответ, на него надо как-то будет объяснить логически. Почему нет? И я хотел бы его услышать. Но второе, и самое главное, наверное, деньги – это не бюджетов. Деньги – это ангарчан, гражданских лиц. Деньги – это наши с вами. И поэтому вправе требовать от чиновника распорядиться своими деньгами сами, если они показали за 3,5 года, что они этого не могут, я повторюсь, или не хотят. Или какая-то другая цель стоит за этим. Здесь-то ведь перед нами стоит не просто задача получить функции технического заказчика. Надо ведь еще и деньги нам сюда перевести. Распоряжаться самим деньгами. Так я понимаю эту ситуацию. Анатолий Алексеевич, вот смотрите, я считаю, что фонд капитального ремонта в такой ситуации должен заниматься, он как хранитель граля. Пускай деньги у них лежат. Деньги лежат, они занимаются собираемостью взносов этот фонд, декларируют эту собираемость. А на местах чиновники разыгрывают тендеры, отбирают подрядчика, работают. Максимально в строительный сезон пытаются сделать больше домов в хорошем качестве. И не самое главное больше, самое главное в хорошем качестве, это капитальный ремонт. И деньги по концу сезона, если мы приняли вместе с гражданским обществом как администрация, пожалуйста, оплачивайте нашим уважаемым подрядчикам, которые сделали свою работу хорошо. И никто не претендует на деньги. Сегодня они просто лежат в банках. И значит, это кому-то выгодно. И поэтому на сегодняшний день цели нет взять деньги. Деньги нужно взять, я повторюсь, для ангарчан, которые нужны дополнительно в функции технического заказчика. Деньги с области на дополнительные штатные единицы в администрации Ангарского городского округа, которые будут проводить осмечивание этих домов, которые будут делать приемку этих домов, специалисты, которые должны получать зарплату. И это должна быть стабильная для таких серьезных специалистов невременная работа, чтобы он пришел, сказал, да, я хочу работать в администрации, я хочу много времени проводить за этими сметными чертежами, за составление смет, за приемкой. Поэтому вот эти деньги нам требуются. Понятно. Ну что, инициатива хорошая, интересная. Общественная палата ее поддержала. Я думаю, что она получит поддержку и вообще общественности в городе. И, ну, трудно бороться, что называется, в одиночку. А когда есть такая серьезная поддержка, как население Ангарска, которое прекрасно понимает, что депутатскую инициативу надо проталкивать, надо двигать ее, надо голосовать за нее. Я думаю, что у вас все получится. Спасибо вам за это интервью. Спасибо, я надеюсь. И удачи в этом серьезном деле. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok